Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В нашей студии начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области, генерал-лейтенант внутренней службы Рамис Алмазов. Рамис Чабанович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Ну и для начала давайте поговорим о статистике. Вот на сегодняшний день сколько человек отбывает наказание в местах лишения свободы на территории Самарской губернии? Ну и как меняется это число за последние там несколько лет? Какая динамика? Я понял вас. В местах лишения свободы, давай так вот, два вида, потому что у нас есть с лишением свободы. Там у нас более 8 тысяч человек находится на сегодняшний день. И без лишения свободы. Там у нас находится около 10 тысяч человек. Что такое с лишением свободы? Что такое без лишения свободы? Да, вот надо уточнить, что такое с лишением и без лишения. Без лишения свободы это исправительная работа, это условный срок, это не занимать определенную должность. Это вновь созданная структура, вновь создан вид наказания, это принудительные работы. Это вот без лишения свободы, то есть человек находится дома, человек находится в принудительной работе в общежитиях, но он практически гражданский человек, ходит в гражданской одежде, а которые лишения свободы, которые находятся у нас в учреждениях, которые закрыты, которые под охраной, которые выход за пределы запрещен, ограничены в тех или иных мероприятиях, вот это вот называется лишением свободы. Ну и, соответственно, они находятся в исправительных учреждениях, получается так? Да, они находятся в исправительных учреждениях. Ну, допустим, принудительная работа, но это тоже исправительные учреждения, как таково. Да, 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 предварительная работа это согласен, но тем не менее. Но он свободный человек, он приходит к нам, так образно говоря, только ночевать. В нем он выходит на работу, он сам заключает договор с тем или иным предприятием или коммерсантом, работает, получает зарплату у него, питается сам за свои деньги, то, что купил, то поел. К нам он приходит только ночевать, и мы, конечно, само собой контролируем его передвижение, его поведение, так называемый, осуществляем надзор за ним, чтобы он ничего не натворил. Ну как бы это вот на самом деле в тренде последних лет гуманизация, смягчение наказания. Это гуманизация. А вот сколько из правительных учреждений на сегодняшний день на территории СССР? На сегодняшний день из правительных учреждений, которые непосредственно так будут. Их вообще-то у нас несколько, но которые непосредственно заняты в исправлении осуденок, которые надзирают осуденок, которые охраняют осуденок, у нас 18. Это включается и колонии, это и больницы, это и следственный изолятор и так далее? Да, это следственный изолятор, больницы, колонии-поселения, их у нас 18. Вот, кстати, вопрос, который, ну, наверное, такой вот сложный и болезненный. Сколько у нас женских колоний и сколько у нас колоний для малолетних преступников? Для малолетних преступников у нас нет учреждений. Нет уже? Так как нет учреждений, так как статистика показала, у нас резко упала численность как раз тех преступников, которые жители Самарской области, Самары, которые совершают преступления, они у нас упали в последний раз до 15 человек. Поэтому смысла держать было колонии до 15 человек, и поэтому их у нас нет. Женских колоний у нас сегодня два. Это те женщины, которые попали, совершили преступление первый раз. И вторая колония у нас, это где женщины совершили после освобождения второе, третье преступления. И кроме того, у нас при женской колонии находится дом ребенка. То есть согласно законодательству, если осужденно родила учреждений, там родственники приезжают на свидание, муж приехал на свидание. Но она беременной могла попасть, не скорее всего, не с собой. Да, она могла беременной попасть. То дети, вот именно дом ребенка, при колониях, они имеют возможность с ними встречаться, кормить их, воспитывать их там. Ну то есть это по большому счету, вот она с ним находится постоянно? Она постоянно с ним находится. Мало того, если мы уверены, что мама стала на путь в исправлении, она работает, она не нарушает дисциплины, а вообще проживает с ребенком круглые сутки. То есть по сути дела она... Да, там, как правило, комнаты на два человека. И вот в этих комнатах живут две мамы и двое детей маленьких. Вот меня заинтересовала вот та история, которую вы рассказали о том, что у нас сейчас нет колонии для малолетних преступников. А в таком случае куда отправляют вот тех подростков, тех молодых людей, которые совершили преступление? Ну вот, то есть они где-то... Ну мы их всех отправляем в пределах Приворского округа. То есть по ФО есть такие колонии? Да, по ФО есть, это мы их, как правило, отправляем или в Башкирию, или в Оренбург. То есть Башкирия или Оренбург, это... Ну это, кстати, тоже вот лишний... Понятно, что вообще как бы надо закон соблюдать, но это лишний раз повод задуматься, что если подросток попадает в места лишения свободы, то это будет даже не Самарская область. Это будет либо Башкирия, либо Оренбург. Да, это либо Башкирия будет, либо Оренбург. Но я вам скажу больше, вот... Есть правозащитная организация, да? И мы, как правило, раз-два раза в год выезжаем в эту колонию и смотрим, в каких условиях они там содержатся. Вы выезжаете туда? Да, вместе с правозащитниками нашими. Мы выезжаем и смотрим, в каких условиях содержатся жители Самарской области. Обижают их, не обижают. С ними проводят беседу. Привозят подарки общественники. Мы их там не бросаем, так можно говорить. Это интересная деталь. Вот вы уже начали говорить о том, что система исполнения наказаний становится мягче. Вот 8 тысяч человек – это те, которые непосредственно, ну скажем так, ну за решеткой уж извиняюсь за это слово, по сути дела. И 10 тысяч – это те люди, которые относительно, ну ограничены в передвижении, но как бы к ним отнеслись более мягко. Вот у нас в губернии действует несколько исправительных центров, где осужденные как раз живут вот в этих более мягких условиях. Вот кто отбывает там наказание, за что, при каких обстоятельствах? Вот смотрите, это называется ИС, УФИС, это принудительная работа. Принудительным работам решает суд, не мы. Я понимаю, это, конечно, что... Могут попасть люди, которые сидят у нас, как вы сказали, за решеткой, у них подходит срок согласно законодательства, и если к ним нет претензий, если они не нарушали, если они были трудоустроены, есть опыт у них, трудовые навыки, позволяют здоровье, то этих людей, согласно решению суда, мы отправляем принудительное решение. Второе, это опять же решает суд. То есть он совершил преступление, небольшой такой, тяжести. Первый раз? Первый раз, учитывая все вот это, хорошая характеристика, то суд может ему прямо с зала суда, опять же, назначить принудительную работу. То есть он приходит опять к нам, принудительная работа. Я уже говорил об этом, вот есть у нас, на базе наших учреждений, принудительной работы, и так будем говорить. И сейчас мы практикуем, когда исправительный центр открываем на территории работодателя. Вот самый первый был, это завод «Полимер», который открыл на своей территории общежитие. Там разместилось 50 человек, созданы все условия, шикарные условия созданы. Они там живут, они там же «Полимер» работают. Это понравилось работодателю, он теперь открывает еще 30 дополнительных мест, он нашел средства, нашел помещения, где делает сейчас ремонтную работу, чтобы больше людей у него работало. И знаете, вот эта вот принудительная работа, особенно для тех, кто пришел в место лишения свободы, это хорошая лестница, хорошая ступенька для дальнейшей. Для социализации? Для реализации. Я уже говорил, несколько человек получил 10 лет назад срок, 10 лет ему дали, он выходит на улицу, и для него очень много непонятного. Новый мир. Новый мир. И он теряется порой. Ему надо найти работу, ему надо, знаете, жилье. Хорошо, если социальные связи не потеряны, есть у него жена, дети, родители. А есть такие, которые потеряны социальные связи. И сталкиваются с трудностями. А пройдя через вот эти справительные центры, он поэтапно начинает привыкать к жизни. Он начинает уметь готовить. Он может уже рассчитать свои финансы, свои средства, чтобы купить продукты питания, чтобы приготовить, чтобы поесть, чтобы купить одежду. Им даже телефоны разрешены. И согласно законодательству, если он пробыл там 6 месяцев, точнее, 1,3 срока, не допускал нарушения, то он имеет возможность, имеет право жить с своей семьей, то есть там снимать квартиру, там, или там, может, родственник у него там живет за пределами исправительных центров, ну, а в районе дислокации исправительного центра. Раз в 10 дней приходится, отмечается, остальное время находится дома. Ну, то есть, по большому счету, как бы, он, общество ему максимально доверяет и позволяет ему максимально, вот, мягко войти обратно, вернуться в нормальную жизнь. Самое интересное, вы понимаете, когда вот эти люди освобождаются, вот процент рецидива среди них практически очень-очень маленький. Вот вы как раз вопрос предвосхитили, который я хотел задать. А вот как вот эта гуманизация, она отражается? Он поэтапно, он плавно, плавно пересек в жизнь, которая находится за колючей проволокой. Ну да, потому что ведь говорят, что главная эта проблема раньше была, это когда человек освободился из мест лишения свободы, и вот он не знает, что делать. И некоторые говорят, мне проще, вот, Господи, прости, совершить мелкие преступления и вернуться обратно туда, где он понимает, как ему жить на самом деле. А то все, вот тут его готовят, с ними психологи работают, с ними воспитатели работают. Самое главное, работа начинается. И самое главное, что он в период работы контактирует с людьми, которые не осуждены, просто вот гражданские люди. С обычными людьми. С обычными людьми он контактирует с ними, воспринимает все это, ему легче потом войти в какое-нибудь общество. Ромен Семенович, предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет. Он касается как раз вот работы, на мой взгляд, важнейшей вот темы в местах лишения свободы. Затем продолжим нашу беседу. Давай. За этими швейными машинками работают только мужчины. Все они отбывают срок 26-й исправительной колонии строгого режима. Шьют по заказу спецодежду, сумки и рюкзаки. Задача производственного сектора уголовной исполнительной системы состоит в том, чтобы привлечь максимальное количество осужденных в труду, чтобы они могли работать, зарабатывать денежные средства, оплачивать те иски, которые получили в результате совершения преступлений. Максимальное количество человек, которые мы можем привлечь, это на швейном производстве. Сейчас на швейном производстве трудится порядка 160 человек. Совсем скоро за машинки сядут еще 64 осужденных. В 26-й колонии открылся новый цех, уже оснащенный современным оборудованием. Планируется, что в месяц здесь будут шить от 500 до 1000 рабочих костюмов. Кроме того, станут изготавливать жилеты для спецподразделений. Руководство исправительного заведения заверяет, что мужчины с шитьем справляются ничуть не хуже женщин. Очень неплохо получается. Заказчики довольны той продукцией, которую мы здесь делаем, изготовляем. Продукция различная делается. Это и костюмы спецодежды, и сумки, и рюкзаки. И для собственной нужды, для нужд уголовно-исполненной системы шьем форменную одежду для осужденных. Качество, в принципе, не хромает. И защита у мужчин, даже сказать, ни на сколько не хуже, чем, наверное, и женщина швей. В последние годы осужденные охотно берутся за работу. Ведь перед тем, как сесть за швейную машинку или встать к станку, они получают специальное образование и диплом государственного образца. За свой труд они получают не только зарплату, но и возможность раньше покинуть места лишения свободы. Трудоустройство на производственную зону рассматривается как один из положительных при подаче на условно-досрочное освобождение, на замену более мягким наказаниям, это принудительная работа и колония-поселение, на также условия содержания внутри колонии осужденных. Строгие, обычные, облегченные, которые уже в свою очередь регулируют количество передач, получаемых осужденным, количество свиданий. В перспективе планируют собрать заказы как от коммерческих структур, так и от государственных органов исполнительной власти. Некоторые договоры на поставку изделий из-за колючей проволоки уже заключены. В женской справедительной колонии номер 15 располагается также крупный цех текстильного производства. Здесь осужденные женщины трудятся на благо военных, находящихся в зоне СВО. Мы шьем утепленные костюмы летние для участников СВО. У многих девочек там находятся родственники, мы за них переживаем и понимаем, насколько мы ответственно должны относиться к костюмам. Ромес Чемпионович, ну вот мы посмотрели сюжет, он касался в первую очередь швейного производства. Понятно, наверное, это, ну, такое самое, может быть, популярное и легко организуемое. А какой процент осужденных вообще вот сейчас в местах лишения свободы привлечены к оплачиваемому труду и какие-то отрасли? Вы знаете, давайте начнем с того, что не все осужденные могут быть привлечены к труду. У нас есть такое понятие, привлеченные к труду от тех, кто может работать. Потому что у нас есть осужденные инвалиды, у нас есть осужденные, которые болеют, у нас есть осужденные, которые находятся в средственных изоляторах, у нас есть осужденные, которые находятся в трех лечебных учреждениях. Их, само собой, к труду не привлечешь. Вот от тех, кто имеет право и может работать на сегодняшний день, у нас уже 80% практически привлечены к использованному труду. И мы сегодня стараемся, кроме вот одним показателем, да, общим, и второе, это привлечение к труду исковиков, так называемых, тех осужденных, которые имеют иски. То есть те, кто совершил преступление, и за эти преступления должны материально понести ответственность, то есть, грубо говоря, своим пострадавшим должны выплатить. Да, и вот мы сегодня в первую очередь как раз трудоустроим вот тех, кто имеет иск. И наша задача вот в этом году – выйти на 90%. То есть, чтобы эти люди работали и гасили долги перед теми людьми, которых они, скажем так, обидели. Да, 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 кому они должны. Кому они должны деньги. А какие отрасли вот сейчас? Значит, вот мы сейчас видели сюжет швейка. Ну, у нас в короме швейного цеха, у нас практически в каждой колонии сейчас открываем швейный цеха, но у нас еще и другое. У нас, допустим, в той же шестой колонии, которая находится на управленческом, сегодня Бетхим, который снабжает практически полностью центральную часть России. Это моющие средства, порошки, это стиральные порошки, это мыло, производим там. И, кстати, это практически самая большая зарплата у нас находится там. Если осужденного, зарплата осужденного, да, зависит только от осужденного. А какая средняя зарплата и какая, ну, скажем так, по местам? Вот конкретно средняя зарплата, как средняя температура по больнице, Мы не будем говорить, а вот есть осужденный, который получает, допустим, 5-6 тысяч, а есть осужденный, который получает 40-50 тысяч. По 50 тысяч в месяц осужденный вполне может зарабатывать. Есть такие, да. Это зависит от самого осужденного. То есть, если раньше было сдельное, точнее, платили там минимум, то есть, а сейчас нет, сейчас сдельное. Вот ты сколько сделал, столько получил. Соответственно, ты можешь зарабатывать максимально. А какие отрасли? Вот, ну, традиционно, вот, понятно, швейные. Дерево обработка, быт-хим, изготовление мыла, металлообработка, изготовление муки. У вас мельница есть своя? У нас своя мельница, и мы практически на сегодняшний день полностью на 100% обеспечиваем себя мукой. Мы себя на 100% обеспечиваем крупами, кроме риса и гречки. Остальные все крупы мы сами себе обеспечиваем. У нас сегодня есть производство, не только для нас, но мы и за пределы, как будем говорить, продуем. У нас сегодня полностью 100% обеспечиваем себя консервацией овощей. То есть, а овощи закупаете или сами выращиваете? Часть, основную часть покупаем, остальную выращиваем сами. То есть, зимой в теплицах, летом. То есть, у вас свои теплицы, есть свои поля, где идет работа? Да, поэтому как раз вот тут вот и любовь проявляется. Кто-то любит выращивать огурцы, кто-то любит выращивать помидоры, навыки. Но самое немаловажное то, что мы сегодня имеем свое профессиональное техническое училище в каждой колонии. А какие профессии можно получить? Мы в основном, в первую очередь, ориентируемся на те профессии, которые нам нужны. Но мы не забываем о том, что он освободится, и ему нужна профессия после освобождения. Ну да, для работы. Это вот те же операторы швейных машин, это швей, это кузнец, это кровельщик, это шикотор, это каменщик, это хлебопьев. Сварщик. Сварщик, сантехник, электрик. У нас ни один осужденный без профессии не освобождается. Вы сейчас, кстати, перечислили все профессии, которые на самом деле в дефиците. Хороший сварщик – дефицит, хороший каменщик – в очередь пишутся, электрик никогда не сидит без зарплаты. Можно долго перечислить. Ну, мало того, допустим, знать, вот мы говорили про офис, да, вот к нам обращаются. Вот просто привел пример один, полимер, но у нас еще другие производства, другие организации, куда мы выводим на работу. И заранее обговариваем, работодатели. А в какие организации вы вывозите? Ой, много, вот тоже тепличную выводим мы, две строительные компании выводим. То есть мы заранее с ними обговариваем, допустим, они нам приходят, говорят, слушай, вот нам понадобится там 20 каменщиков, и мы начинаем готовить каменщиков. Слушай, вот нам понадобятся там электрики, в таком-то количестве мы начинаем готовить электриков. То есть у нас профессиональное училище со времен и по типу, как было в Советском Союзе, готовит специалистов, диплом общероссийского значения. То есть он по освобождению, он будет везде признаваться, ты как бы специалист. Да, это стандартный диплом юнорка, но кроме того, у нас сегодня есть осужденный, который учится заучно и дистанционно в высших учебных заведениях. Вы даете такую возможность? Да, мы даем такую возможность, дистанционно приезжают преподаватели с институтов, принимают экзамены. В смысле, приезжают к вам туда? Да, приезжают к нам туда. А какие специальности? Небось, юристов, наверное, чаще всего готовят? Нет, не только юристов, но и юристов, и экономистов готовим, и маркетологов готовим. То, что он выбрал, и если нам идет навстречу тот или иной учебное заведение, то по этому принципу мы готовим, точнее, они готовят. Они готовят, а вы даете такую возможность? Мы им такую возможность даем, чтобы они обучались в техникумах, в техникумах обучаются. Ну и кроме того, есть законодательство до 30 лет, приходят к нам осужденные, но у него образование там 2 класса, 3 класса, мы ему обязаны дать возможность. Школьное образование? Школьное образование. У нас в каждом учреждении имеется школа. То есть, если вы знаете, что у человека нету школьного образования законченного, вы ему там его дадите? Дать возможность получить образование. Дать возможность или, скажем так, принуждать? Нет, принуждать нет, добровольно, как правило, никто не отказывается. То есть, здесь никого не заставляют? Да. Они идут учиться. Ну, охотно идут учиться? Разные есть, есть которые охотные, есть которые так. Ну, понятно, это, в общем, зависит от многих деталей. Вот в таком случае, если говорить дальше о работе, профессиях, вот мы часто слышим о нехватке рабочих рук в реальном секторе экономики, специалистов именно трудовых профессий. Вот на ваш взгляд, с помощью труда осужденных можно хотя бы частично решить эту проблему? И что для этого нужно? Ну, как раз для этого созданность правительственные центры. То есть, чтобы людей, которые нормальные, в принципе, люди, которые понимают, что они сделали и что больше этого сделать не нужно, и готовы работать, дать им возможность... Да, вот как раз вот, получается, опять же, два. То есть, на нашей базе, то есть, те, которые не имеют права выходить, то есть, изготавливаем, вот видели сами, да, тоже швейный образ, тоже мастерские, автомастерские, где мы ремонтируем машину. Конечно, изготавливаем металлоизделие, изготавливаем деревообработку, пожалуйста, что угодно мы готовы делать. И в то же время мы можем, вот как раз вот этим людям даем возможность, которые вышли из УФИС, их как раз можно использовать уже непосредственно на заводах, на фабриках, улицах, в фермерском хозяйстве. Вопросов нет. То есть, мы можем оказать помощь такую. Вот в таком случае вопрос возникает. А вообще, какая вот цель вот этого развития, ну, как я могу предположить, наверное, что все-таки главная цель, это чтобы люди себя нормально чувствовали, потому что человек без работы, ну, это, наверное, вот хуже всего, что только можно придумать. Но, тем не менее, вот какая главная цель развития производства в местах лишения свободы, это вот снизить финансовую нагрузку на бюджет, потому что понятно, что люди работают, зарабатывают деньги, часть денег там. Нет, кстати, нет. Самая главная цель, это чтобы осужденный встал на путь исправления, чтобы он вышел полноценным гражданином, чтобы он вышел и имел профессию на органах. Ну, давай так, не единичный случай, когда к нам осужденный попадает, а он ничего не умеет делать, потому что его в свое время ничего не учили. Ему не давали такую возможность. А тут он отучился в ПТУ, у него появилась профессия, он начинает работать, он начинает задумываться. Вы знаете, у нас статистика, я перейду немножко чуть-чуть на другую тему. Да, конечно. В год у нас, да, ста баракосочетаний. В местах лишения свободы. В местах лишения свободы, да. Ну, это в смысле, то есть барышня с волей, а осужденный осужденный. И он уже понимает, особенно, когда еще дети родятся, он уже понимает, что надо выходить, работать, чтобы содержать семью. Чтобы не ходить, не просить деньги, чтобы не воровать. Это вообще замечательный показатель, до ста браков. Да. Вот у нас основная цель, да, конечно, я согласен, вот про те же, если говорим, да, про нынительную работу, мы ничего не имеем с этого. Мы с этого ничего не имеем, потому что договор заключается между осужденным и между работодателем. И он зарплату напрямую у них получает. Если, допустим, в учреждениях сшили костюмы, купили ткань, сшили костюмы, продали, то есть пошла зарплата осужденных. Затраты. Затраты, расходы, и какая-то прибыль остается в учреждении. А вот в данном случае исправительный центр вообще ничего не имеет. Ну, они хотя бы, скажем так, вот работодатель хотя бы оплачивает в таком случае организацию вот этого процесса, там, ремонт помещений, там, там есть определенные процедуры. Как раз, вы знаете, вот, там, почему мы пошли сейчас по пути, что открываем робододатели. Это их помещение, они его сами содержат. Но при этом они, допустим, вот живет, вот, допустим, по тому же полимеру где-то получается в месяц вода, свет, горячая вода, да, тепло, все накладные расходы, так называют. Ну, где-то каждый осужденную этой организации возмещает, как в любом общежитии, средняя две тысячи. А, то есть он еще оплачивает затраты, которые они... Да, опять же в кассу организации, где он проживает. И опять же из своих заработанных денег. Да. Ранес Чебанович, вы знаете, два таких вопроса, наверное, личных вопросов, ну, скажем, таких, может быть, философских. У вас огромный опыт жизненный, вы видели самых разных людей и видели много разных судеб непростых. Вот вопрос первый. Если не брать профессиональных преступников, то есть тех людей, которые сделали вот преступление, ну, делом своей жизни, обычные люди чаще всего по каким причинам попадают в места лишения свободы? Я к чему веду? Чего нужно опасаться, чтобы не попасть вот в тюрьму по глупости? Знаете, ну, давайте так, традиционно наркотики, там, спиртное. Авось пронесет. То есть алкоголь и наркотики, это первое, от чего нужно бежать? Да. Авось пронесет. И особенно, это, знаете, когда характерно, когда вот собирается компания, там, друзья, какие-то, давай вот это, давай, как-то неудобно сказаться, да, пойдем там, что-то украдем. А, то есть вот это неумение отказаться, это тоже беда? Да. Да, авось пронесет. Я называю это синдромом авось пронесет. Авось пронесет, не умеют говорить «нет», в том числе на плохие предложения, и алкоголь, наркотики. И второй вопрос. Я понимаю, что вы в системе, и вы как бы в погонах. Вот ваше личное оценочное осуждение, как вот в данном случае гражданина, есть люди, которые неисправимы и которые за свои преступления достойны смертной казни или нет? Если не хотите, можете не отвечать. Нет, почему я отвечу? Ну, давайте так начнем. Кратко, у нас прям две минуты. Да, кратко. Во-первых, он человек, он пришел к нам, мы говорим осужденным. Один из принципов должен быть, он человек, суд его лишил свободы, но никто не говорил, что мы должны унижать его человеческие достоинства. Это понятно. Мы должны делать все для того, чтобы он остался человеком. Есть преступления, которые достойны смертной казни. Это теракт, вот недавнее событие. Это смертная казнь. Буду грубым таким языком, скажу, это изнасилование несовершеннолетних детей. Я понял. Ну, в данном случае вы все сказали. Я поэтому и задал вопрос. Это ваше личное мнение? Это мое личное мнение. Спасибо за откровенную, интересную и очень содержательную беседу. Напоминаю, в нашей студии был начальник управления федеральной службы исполнения наказания России по Самарской области, генерал-лейтенант внутренней службы Ромес Алмазов. Соблюдайте законы, берегите себя. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин